Приветствую вас, дорогие друзья, давно не виделись, и сегодня у меня для вас исключительно хорошее место, ну, ну, конечно, я рад за тех, кто начал благодарить Богу, что мне будет в жизни, и уверен, что жизнь этих людей кардинальными. Мне бы очень хотелось, чтобы тех, кто это делает, рассказали, кто из меня в жизни, с тех пор, как они стали обращаться к Творцу и говорить им спасибо. Так вот, хорошие новости у меня в том, что мою коллегу, главного прокурора Европейского Союза, Лауру Кадруцак-Кювеши, когда-то она была главным прокурором национального антикоррупционного оборудования Румынии, могут избрать председателя этой страны, страны которой ничем не отличалась от многих других стран, которые не требовали к коммунистическим идеологии. Вот такого человека, ну, я бы хотел видеть во многих странах бывшего СССР. И, конечно, с этого, пожалуй, не начнется изменение в этих странах, потому что дальше вы услышите много интересных мыслей по этому поводу. Ну, во-первых, сама она работала прокурором и является доктором. И уродил медсмейлебата докторея, чем их опыли коллегам. Ахарт Ахалгазрда, гарпиоли периоды, сапчетая, покажи цхора. Мы тоже об этом сейчас поговорим. Нужно достигнуть возраста, когда все-таки меньшего действия на психику имеют вот эти вот природные наши начала. Вот. Так что, в этом смысле, ну, конечно, нельзя этого деть до абсурда, как и некоторых важных странах, чуть ли не до 100 лет. Потому что потом уже генерации и многие другие вещи. Ну, так вот. Она немолода, прожила в Сардепе, а в коммунистические времена коррупции практически не было. Это я вам говорю, как человек, который там жил. Следователи не брали за. Ахалгазрда. Ахалгазрда. Ну, и есть. Да, он старше меня. Так вот, он подрабатывал тем, что он печатал на машинке. Ну, вообще, были случаи, когда в прокуратуре... Ну, меньше всего. Конечно, больше ВВД брали взятки, но с этим людям даже руки никто не подавал. Это считалось... Ну, что касается коммунистической элиты... Ты можешь зайти и рассказать о своей проблеме. Да, так было. Но, конечно, я ненавидел коммунизм, ненавидел такую идиотскую философию, когда мы из дерьма построим. Ну, глупости, конечно. Но эти люди обвитались чёрной икрой и отдыхали в хороших санаториях. Вчера я очень помню, как это было. Больше ранения. За резким исключением, там, дочь Брежнева набрала себе данного аж где-то на миллион долларов. Сейчас за миллион долларов... Ну, господи, да... За дробовый чиновник миллионер. А судьи миллиардеры. Это какой-то миллион. Да, так было. Ну, я просто сказал это для того, чтобы вы понимали, что если она работала в Советское время, она в это время работала, то те, кто в то время работали, они так и остались людьми. Ну, вот с такой вот позиции. Я не представляю, как можно было за уголовное дело. А наши генеральные прокуроры, главные юристы, ну, например, Порошенко... Юрист, да. Юрист, да. Он его очень гордился. И Луценко, да. Ну, они просто выходили на обороны, как Януковича. Да, и с этой коррупцией ему отбез. Устроили коррупцию такое, что мало не покажется. Луценко предваряется бедняком, на самом деле, миллиардерер. Первое, что он взял в своей жизни, как генеральный прокурор, поехал в Накиву. Да. Делится опытом со страной, которая спрятала деньги. Чем он там делился, там мы не рассказали. Потография есть. Да. Ну, это такое дело. Как они зарабатывали просто... Луценко раздавал письма расхитителям главным Януковича, где что-то арестуют бандиты. Но он туда давал вам письмо, что все, вроде, нормально, не надо, пока деньги трогать, мы, мол, разберемся. Ни одного дела. Ни одного дела. Люди отдали жизни свои новой дань, и никто за это не ответил. Ну, а то, что прокуратура сначала... Конечно же, банда Януковича довела до состояния бандитского подразделения. Это было отдельное бандитское подразделение в системе управления страной. Потому что это были настоящие бандиты. Не хочу сказать. Итак, тема диссертации у него была борьба с организованной преступностью посредством положения головного права. Не знаю. Это, наверное, первый год такой. Но, в общем... В 33 года она сам молодым прокурором грунити не стала. Это большое достичь. Я в 33 года защищал диссертацию свою. Для тех, кто живет в целом местах, и разными гадостями, сейчас же миллион Африканцев, которые считают себя патриотами, сидят на деньгах олигархов, и распространяют гадости об оппонентах тех, кто обборовывает. Но она была в 33 года. Субтитры создавал DimaTorzok 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 На ноль сведут Субтитры создавал DimaTorzok Можете я ошибаюсь? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, так вот Ахметов ему рассказал по секрету Субтитры создавал DimaTorzok Он предлагал Порошенко Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я не обещам что я не стану Dispнизировать Конституцион Ramadan Я буду это делать постепенно Хотя пока вам не много времени Там что исторически интересно Как только колесников выпрессивали сезон Сказывал как там у него хорошо была И парилка была И девочек ему водили, да. Но он получил из рук, через какой-то меня президента, орден Ярослава Мудрого. Это первый коррупционер, который был при власти самого Азарова, который взяток не прав. Вот при всем при том, что и кровосиси, и гадости на меня рассказывал всякие. Я не знаю ни одного человека, кто бы давал Азарову лично. Да, а Колесникову, расскажу когда-нибудь о нем. Негодяй закончил. Ну, это такое дело. Выборы в Румынии будут в 2020 году. Ну, вот к этому времени мы зажгем свечи, побоимся. Потому что все посткоммунистические страны стали заботиться о своих людях. А речь идет о какой заботе? О простой. Не красть из бюджета народные деньги. Они являются не деньгами министров, не деньгами премьеров. Я не говорю сейчас о Украине, где идет война за справедливость, война против агрессоров. Это другое дело. Когда гримит оружие, законы молчат, у меня нет никаких слов. Я, во-первых, не знаю, что происходит до конца в политике и не очень этим интересуюсь, потому что в ужасе от войны. В ужасе от убийств, от смерти, от тысяч детей. Украина, что он был в России, который был в России, в России, в России, в России. Да. Ну, что еще интересное? Я прошел сегодня в Евроньюсе. Это главный источник европейской информации, который обожает жену президента Зеленской, Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 лучшего для бога не сделать не может если в вашей душе зародилось сострадание постановит вы узнали о какой-то истории, вы стали помогать, стали углубляться в тему, узнавать как он переживает, как ему плохо, как он страдает и рука его уже на вашем ну а вечером позвоните своим родителям, им очень важно услышать вашу голос, узнать как ваши дела не выслышайте, они хотят слышать вас, они хотят продолжать жить вашей жизнью они по-прежнему видят вас маленькими, хорошими, добрыми и любящими, ведь тогда для вас папа и мама вам были всем миром, а сегодня у вас свои проблемы и вы забыли, что они хотят их знать поэтому разговаривайте с ними по душам, ближе у вас никогда и никого не будет дети вас забудут, ну, бывают, но это не нормальные случаи, когда они живут интересными родителями а в основном у них свои дети и свои проблемы, а есть еще такие, что они своих родителей убивают, грабят чего-то у них жизнь и проклятые деньги, особенно когда не считают ну ладно, я вам прошел лекцию и если вам понравилась информация, которую я только что изложил, то вы выслушаете до конца моего выступления оно касается не только Украины, а и Грузии, гражданином которой я тоже являюсь оно касается всех добрых людей, кто слушает умных, кто слушает мои передачи всем, 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 моя любовь и уважение, пока